Привет друзья! Сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel функции просмотр, какие аргументы она использует и для чего применяется. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Функция просмотр – одна из функций поиска и работы со ссылками. Её используют, когда нужно взять одну строку или столбец и найти значение, находящееся в той же позиции, но в другой строке или столбце. Функцию просмотр можно использовать двумя способами – в векторной форме и в форме массива. Давайте рассмотрим синтаксис функции просмотр. В этой функции их два, где искомое значение – обязательный аргумент, значение, которое функция просмотр ищет в первом векторе, а в форме массива – в самом массиве. Искомое значение может быть числом, текстом, логическим значением, именем или ссылкой на значение. Просматриваемый вектор – обязательный аргумент, диапазон, состоящий из одной строки или одного столбца. Значения в аргументе просматриваемый вектор могут быть текстом, числами или логическими значениями. Вектор результатов – необязательный аргумент, диапазон, состоящий из одной строки или одного столбца. Вектор результатов должен иметь тот же размер, что и просматриваемый вектор. Массив – обязательный аргумент, диапазон ячеек, содержащих текст, числа или логические значения, которые требуется сравнить с искомым значением. Форма массива предназначена для обеспечения совместимости с другими редакторами электронных таблиц, но ее возможности ограничены. Рекомендуется использовать функции VPR вместо формы массива. Векторная форма позволяет указать диапазон значений, по которым вы хотите выполнить поиск. Например, если вам нужно найти значение, функция просмотр всегда выбирает последнее значение в строке или столбце. Давайте рассмотрим работу функции на примере. Предположим, что я знаю код программы, но не знаю ее цену. Используя функции просмотр, я смогу вернуть значение цены в ячейку F4 при вводе кода в ячейку F3. Для этого я ввожу знак равенства, просмотр, выбираю ячейку F3 в качестве искомого значения, диапазон B4-B15 в качестве просматриваемого вектора и диапазон D4-D15 в качестве вектора результата. Нажимаю клавишу ввод и получаю результат ошибку ND. Так как ячейка F3 пустая, я ввожу значение в ячейку F3 и получаю результат. Рассмотрим еще один пример. К примеру, заключив формулу цену, можно получить ее версию. Я ввожу знак равенства, просмотр, ввожу цену 8999. Выбираю диапазон D4-D15 в качестве просматриваемого вектора и диапазон C4-C15 в качестве вектора результата. Нажимаю клавишу ввод и по цене получаю название программы. Если ввести цену с неточным соответствием, функция вернет приближенное меньшее число. Распространенные ошибки. Ошибка имя. Возникает, когда в формуле допущена ошибка. Проверьте формулу. Ошибка знач. Возникает, если формула ссылается на ячейку с такой же ошибкой. Если искомое значение меньше, чем наименьшее значение в аргументе, просматриваемый вектор, функция просмотр возвращает значение ошибки ND. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.